Сегодня все поволжские регионы отмечают день Великой Русской реки. Волга была когда-то главной транспортной артерией и славилась речными круизами. Времена изменились, экологи бьют тревогу, река загрязнена отходами, стало меньше рыбы, сократились транспортные и пассажирские перевозки. В прошлом году приняли государственную программу оздоровления Волги. В ней поэтапно расписаны все необходимые меры восстановления природного баланса. Сегодня в Рио главы республики Олег Николаев побывал на насосной станции и в речном порту. Впервые день Волги прошел в Нижнем Новгороде в 2008 году. У него вполне утилитарная, а не праздничная задача – привлечь внимание властей и общественности к проблемам реки. Мы, конечно же, говоря о Волге, должны исходить из нескольких моментов. Первое – максимально, конечно же, использовать все прелести, которые нам предоставляет река Волга. То есть это возможность передвигаться удобно и комфортно и красиво. Возможность привлекать к нам туристов через это передвижение. Конечно же, не менее важная задача – это сбережение Волги. С тем, чтобы за счет нашей человеческой промышленной деятельности, чтобы мы не испортили те красоты Волги и не ухудшили экологическое состояние. Безусловно, в первую очередь речь идет о внедрении современных технологий очистки вод, поступающих в реку. Строительство сооружений для этих целей в столице республики было начато в 2019 году в рамках проекта «Оздоровление Волги». Сооружения позволят в три раза сократить сброс неочищенных вод в реку и решить давнюю экологическую проблему мегаполиса. Техническая готовность объекта составляет 60%. Строительство планируется завершить в ноябре 2020 года. Вот здесь будут резервуары для воды, которые будут собираться. Вот здесь у нас уже КНС и комплекс очистных сооружений. Это песка, нефть и уловители, ассорбционные фильтры. И далее потом уже пойдет вот здесь будет возведен корпус. Соответственно, будет ультрафиолетовое обеззаражение. Таким образом, воды, да. Вся вот эта вода будет доводиться до требований очистки по рыбохозяйственным водоемам. И уже напрямую вот по водоводу она уже в районе речи порта будет уже очищена и сбрасывается. Чебоксарский речной порт в ожидании летнего сезона. Пусть с опозданием из-за пандемии, но речники все же надеются, что примут еще туристические теплоходы в эту навигацию. А пока, благодаря совместным усилиям правительства республики и администрации столицы, уже с 20 июня будет возобновлена речная переправа до Заволжья. Трамвайчики начнут ходить до Сосновки и Левобережного пляжа. В выходные дни идем пляж Сосновка, а в будние дни только пляж. На Сосновку здесь уже такого потока народу нет. На Сосновку поток людей на выходные. Вот пятница, суббота, воскресенье Сосновку. В режиме ВКС специалисты обсудили с главами Марпосадского и Козловского районов возрождение Волжских причалов. Они могут быть разной модификацией. В виде старой пристани или современной причальной стенки. Годится любой вариант. Эти старинные города должны стать обязательной частью Всероссийского туристического маршрута по Волге. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика.